Всем привет, друзья, меня зовут Павел. Сегодня мы поговорим с вами о глупых блогерах, продажных издательствах, трэше и вас, дорогие мои, аудитории. Пожалуй, практически у каждого буктюбера, если что, это ютубер, рассказывающий о книгах. В десятке самых популярных роликов, скорее всего, найдется пара видео о литературных творениях публичных личностей и других блогеров. Приветик. И чем чаще Ольги Бузовой и Инстасамки, прости господи, сотрудничают с известными издательствами, тем громче звучит вопрос, зачем блогеры лезут в литературу. А самое главное, зачем это печатают. Если вы серьезно не знали или удивлены, что все это завязано на финансах, то... Доброе утро, меня Паша зовут. Пару недель назад на канале Кати Коносовой вышел ролик о книгах блогеров. И мне безумно приятно, что очень много людей привело будни учителя в качестве примера, ну, хорошее это громкое слово, неплохой книги от блогера. Ребят, мне безумно приятно, реально, большое спасибо. Я полистал комментарии, естественно, искал свое имя. И на самом деле удивился, что практически никто не затронул реальную проблему всего этого литературного бума инфлюенсеров. Поработаю адвокатом дьявола. Но ведь Инстасамка писать не умеет, кричит один. Наживаются на аудитории, заявляет другой. Вы серьезно считаете, что основную кассу книги Марии Новосад сделали случайные покупатели книжных магазинов? Достоевский или Новосад? Достоевский или Новосад? Конечно, Остапов. Или шедевр от Инстасамки раскупят милые бабушки в очочках? Нет. Читать подобную... Господи, у меня же филологическое образование. Литературу будут подписчики Инстасамки. И простите, но мне как-то очень слабо верится, что любитель классики 19 века является фанатом самки. Нет, конечно, все бывает в этом мире. Тут не стоит вопрос, либо малолетний фан прочитает вот это, либо Гоголя. Нет. Тут либо самка, либо ничего. Аудитория подобных звезд чаще всего вообще не читает. Ну, либо страдает острой формой мазохизма. И вот эту публику никто не разводит. Она получает именно то, что хочет. Модненькую книжечку от крутой чувихи. И к тому же эту книжку можно еще и в Инстаграм выложить. Усё. Но, возможно, кто-то реально до покупки книги верил, что Оля Вузова или Алена Водонаева – великие знатоки русского языка и гиганты мысли. И если это так, и вы пришли из-за серьезной литературы к ним, то да, вас обманули. Для кого издают этот трэш? Никого не удивляют, что стримы какого-нибудь блогера-ученого собирают аудиторию в 100 человек, а вот за мылстроем следит по 80 тысяч. Никто не задумывался, почему у Панчина 19 тысяч подписчиков, а у Ксении Бородиной 16 миллионов? Как так получается, что ролики с перемыванием грязного белья на канале Антона Эс пользуются большей популярностью, чем видео Ани Букспейс? Ну просто загадка мироздания. Может быть вопрос гораздо глубже и серьезнее? Может стоит на аудиторию взглянуть? Быть может это она требует? Весь этот трэш. Если бы людям было неинтересно обсуждать очередного мужа Седоковой, Антон Эс все еще в париках пьяный зажигал бы. Если бы прожигание жизни в угаре не считалось крутым, мылстрой не собирал бы столько просмотров. Почему ужасное издательство не хочет сотрудничать с гениальным Сереженькой, а связывается с инстасамкой? Потому что читать творение талантливого Сережи будет три с половиной калеки. И более того, вас скорее всего среди них не будет. И меня не будет. Потому что я классику люблю. Основная часть активного населения между Достоевским и Донцовой еще в начале этого века сделала выбор не в пользу Федора Михайловича. У нас фильмы и сериалы с деревяннейшей игрой актеров гораздо популярнее серьезного кинематографа. Люди платят на стриме блогеру, чтобы тот издевался над больным человеком. И тысячи смотрят. Где нормальная литература? Возмущаются в комментариях. А вы просто зайдите на канал того же Энтони Юлая. Пожалуй, самого популярного книжного блогера. И посмотрите, какие числа набирают его ролики с обзором хорошей литературы. И сравните с просмотрами на книгу Полярного или Водонаевой. Вы просто вдумайтесь. Даже аудитория книжных блогеров, того же Энтони или Полины Парс, в большинстве своем не хочет слушать о хорошей литературе. А ведь эти же зрители сами смеются над глупыми подписчиками инстасамки. Отлично помню предъяву в комментариях Полине. Зачем вы снимаете обзор на Водонаеву? Сплошной негатив. Расскажите о чем-нибудь хорошем. При этом на той же неделе у Парс вышло два ролика с серьезными разборами. Но они не набрали и четвертой части просмотров. Более того, сам комментатор о них даже и не знал. Он и не думал на них заходить. Но оставил комментарий под роликом о Водонаевой. Люди читают все меньше. Думающей аудитории априори в разы меньше фанатов самки и молстроя. Книги проигрывают войну социальным сеточкам. То время, которое советский человек проводил за каким-нибудь романом, сейчас отдано у многих инсте, ютубу, контактику. И чтобы хоть как-то держаться на плаву, издательство сотрудничает с натуральными трошаделами. Потому что именно у них миллионная аудитория. Никогда книги Юлии Волкодав не наберут и сотой части внимания какого-нибудь дневника Ксении Бородиной. Потому что большинству не нужна хорошая литература. Большинство хочет знать, с кем и как ссорится Ксюша. А еще лучше, с кем она спит. Где хорошие игры? Почему сплошная колда и FIFA ежегодно? Потому что бог войны, айтипедия вошел в чат. Или Сайлент Хилл никогда не будет популярнее танков или футбола. Вот и все. А издают книги, фильмы и игры не с целью нести доброе и светлое. Нет. Издатели делают деньги. И нет. Они не рассчитывают на вас или на меня. Они ждут рубля от читателей, которые идут на концерт инстасамки. Потому что, вот беда, очень многие интеллектуальные комментаторы в реальной жизни не особо-то читают, не поддерживают финансово настоящую литературу. А еще далеко не все способны понять эту самую великую прозу. Потому что, когда какой-нибудь хардплей просто сидит и смеется, даже не шутит, во время просмотра подборки приколов и это набирает полмиллиона, выводы о вкусе напрашиваются сами собой. Ой, какой плохой Моргенштерн. Ой, какая глупая Оля Бузова. Ничего себе. Интервью с Моргенштерном умудрилось собрать 10 миллионов за два дня. С ума сойти. Люди хотят на это смотреть. А теперь давайте все вместе округлим глазки, когда он выпустит книгу. И издательству даже на рекламу тратиться не придется. Потому что при всем желании лучше, чем в его инстаграме, книгу не раскрутить. Но он же писать не умеет. Да, зато умеет продавать и привлекать к себе внимание. И если в вашу систему ценностей его творчество не попадает, простите, но большинство решает. И сделать с этим мы ничего не можем. Потому что после полнейшего разноса от Парс, Юлая, Литобзора, часть их зрителей пойдет и подпишется на инстаграм Полярного. Ну, чтобы посмотреть, как он будет бомбить сториз. И да, это еще увеличит тираж его будущей книги. Потому что вместе с хейтерами приходят и поклонники. Еще один момент. Внимание книгам недописателей настолько большое, а ролики с ними собирают такое количество зрителей, что у случайного попавшего на какое-то видео человека складывается впечатление, что настоящую литературу больше не найти. Но это не так. Просто зачастую людям неинтересно смотреть разбор серьезной книги. Эти произведения пишут, они выходят, но хайпа вокруг них нет. Та же ситуация и с музыкой. Есть, к примеру, Люба Терлецкая. Тоже, кстати, блогер. Обзоры фабрики навсегда в сердечке. У нее есть альбом. Он продается. Его можно скачать официально. Об этом кто-нибудь будет говорить? Нет. Зато все продолжают обсуждать, почему поет безголосая Бузова. И из плагиатила Валя Карнавал песню или нет. Почему? Потому что у них миллионы подписчиков. Такое обсуждение обязательно выстрелит. Очередной тиктокер запел. А-а-а. Вместо обсуждения тиктокера можно снять ролик о по-настоящему талантливом исполнителе. Но его же никто смотреть не будет. Пару недель назад все были в шоке от поступка Молстроя. А меня в той ситуации гораздо больше задел факт того, что на пьяное быдло в прямом эфире постоянно смотрят десятки тысяч человек. Вы понимаете, для какого количества людей вот это интересное развлечение? Обидно больше за издательство. Ведь если их целью является не распространение литературы в целом, а хай благодаря блогерам, то скоро действительно хорошим писателям и ученым будет сложнее публиковаться в книгах и литература упадет на дно. А хорошие книги будет сложнее достать. Вот читаешь подобные опасения и прямо интересно становится. А сколько хороших современных книг купил подобный комментатор? Вот я, например, отлично понимаю, что мне целой жизни не хватит для того, чтобы прочитать все хорошие современные книги. Это же не просто крик в пустоту от человека, который сам никакие книги не покупает. Потому что если бы покупал, если бы ходил в книжные магазины, то отлично бы знал, что хорошие книги все еще выходят. И их очень и очень много. Возможно, просто все, что он знает о литературе, это ролик Кати Коносовой об инстасамке. Ну и отличный совет всем переживающим за будущее литературы. Если вы на самом деле читаете книги, заходите на замечательный канал Bookspace и открываете для себя просто море потрясающих произведений. Море! На нашу с вами жизнь точно хватит. Вернемся к ролику Кати Коносовой, вызвавшему зрителей такой ажиотаж. В комментариях ей посоветовали хорошие книги от блогеров. Вот для меня примером успешного блогера-писателя является Наташа Краснова. У нее есть большой опыт написания текстов еще для КВН и передач на ТВ. То есть ситуация не из серии. О, бумага! И ее книги очень популярны. Очень! Катя сняла Красновый ролик? Нет. Хотя книги Натальи уже пару лет возглавляют список бестселлеров. Почему такого видео нет? Но есть ролик об инстасамке и тени Канделаки. Потому что по большому счету никто не будет смотреть позитивный ролик о неплохой книге Красновой. О хорошем примере использования своей медийности. А вот о книге инстасамке или Бузовой смотреть будут. Вот просто ради интереса заходим на канал Кати Коносовой. И с удивлением наблюдаем, что ее ролик об экологической катастрофе на Камчатке, то есть о том, к чему реально нужно привлекать внимание, самый непопулярный за полгода. А вот видео о том, что Рудковская назвала Дакоту нищебродом, больше миллиона просмотров. И, внимание, вопрос. Как вам кажется? Допустим, вы работаете в издательстве. Такая заинтересованная аудитория купит книгу о природе Камчатки или мемуары Яна Рудковской? Правильный ответ? Никакую. Разница лишь в том, что книги Рудковской все бесплатный пиар сделают. И если что, это ни в коем случае не камень в огород Кати Коносовой. Я сам снимаю исключительно негативные ролики. Павел, сколько можно негатива? Расскажите что-нибудь хорошее о школе. Я выпустил такой ролик. Из всех моих видео об образовании по просмотрам, это самый провальный. Широкая аудитория. Услышали? Ненужные хорошие книги, талантливые писатели. Людям хочется либо покопаться в грязном белье, вон той звездульки из инстаграма. Поэтому я книжку куплю. Либо поугарать, пока кто-то безграмотного писателя на запчасти разбирает. А издательству книги как-то нужно продавать и привлекать не читателей, а подписчиков. Антона Эс и инстасамки. Поэтому если вы не знаете, почему Катя Адушкина выпускает книгу... Серьезно. Но мы можем рублем просмотром показать, что думающих и читающих людей больше, чем три. Маякнуть издательством покупательской способностью обладает не только аудитория Бородиной. Но до тех пор, пока с чего начать читать Бродского набирает 25 тысяч просмотров на канале, посвященном книгам. А голой Водонаевой 175 тысяч не удивляйтесь выходу мемуаров инстасамки. Ссылки на каналы всех буктюберов, о которых я говорил в этом ролике, и на видео Кати Коносовой я оставлю в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Поддержите по-настоящему хороший контент. Ну а если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.